Друзья, всем привет! Меня зовут Харидинов Сабир, я владелец бара Селлинджер. Это небольшое заведение в самом центре Тюмени. У нас большой ассортимент крафтового пива, полноценная кухня, пасты, стейки. И самая основная фишка нашего заведения – это крутые выступления в формате свободного микрофона. Каждую пятницу-субботу у нас набирается полный зал гостей, где мы все поем песни русского рока под гитару. Очень круто! В этом видеоролике я хочу рассказать, какие средства автоматизации мы используем, как мы работаем с клиентами, с нашим персоналом, как мы организовали собственную доставку, и за счет чего мы сегодня эффективно масштабируемся. Самое главное в общепите, конечно, это гости. Я всегда про это говорю и своим персоналам, что зарплату плачу вам я не я, а наши гости. И сегодня я хочу показать, как у нас реализована программа лояльности. Мы ее реализовали на базе приложения UDS, и у каждого гостя у нас теперь есть электронная бонусная карта, оплачивая которой он может накапливать бонусные баллы. Сейчас я вам хочу показать, как это работает. Проведем тестовую оплату, да? Лен, можно капучино? Конечно, можно. Бонусная карта есть? Да, есть. Все, что мне нужно сделать, это открыть приложение. У меня автоматически появляются код скидки. И, соответственно, мне нужно его подвести к кассовому аппарату. Автоматически QR-код считывается. Баллы копим? Да, копим. Обратите внимание, на системе сразу отображается имя клиента, какое у него количество бонусных баллов и сколько можно списать. Давайте, да, накопим. Оплата наличная и по карте? По карте будет. Хорошо. После того, как сотрудник провел оплату, мне, как клиенту, прилетает оценка качества обслуживания, где я могу поставить звездочку от 1 до 5, а также написать какой-то комментарий, если я хочу. Но самая крутая фишка, с недавних пор появилась возможность в электронном формате оставлять персоналу чаевые. То есть ни для кого-нибудь секрет, что количество оплат карты постоянно растет. Это очень удобно. Я выбираю, да, оставить чаевые. И в момент, когда я жму «Отправить обратную связь», мне прилетает возможность оставить чаевые, значит, персонал. Мы видим, что это официант Елена, я могу оставить, допустим, 200 рублей и оплатить очень удобно Apple Pay, Google Pay, просто приложив палец. Вот, Лен, в двух словах вообще расскажи. Вот мы систему электронных чаевых ввели уже, кажется, месяца 4 назад, да? Как вообще тебе? Это очень удобно. Нашим гостям такая система как раз-таки подходит и нравится, так как чаще всего они оплачивают все по карте. Что я могу еще рассказать? То есть помимо того, что у меня теперь, как у гостя данного заведения, накопились бонусные баллы, я вижу всю информацию о компании, я вижу, какой у меня бонусный счет, какие у меня есть статусы. То есть есть система рейтингов для наших клиентов. Те гости, которые ходят чаще, у них статус выше, соответственно, условия более выгодные. Я могу вот эту свою электронную бонусную карту передать неограниченное количество своим друзьям и за эффективные рекомендации. То есть если по моей рекомендации, как гостя, человек реально пришел и потратил сумму денег, меня компания как-то вознаградит. В нашем случае это очень эффективно работает. Около 15-20% всего оборота у нас происходит от гостей по рекомендации. Нам это тоже нравится. Вообще идея, скажем так, вкладывать и мотивировать своих гостей, рекомендовать намного больше нам нравится, чем просто банально вкладываться в контекстную, таргетированную, какую-то традиционную наружную рекламу. Я вижу всю информацию о компании, могу в один клик проложить маршрут, вызвать такси, написать, забронировать стол. И самое крутое, с недавних пор здесь есть полноценное онлайн меню, где я могу зайти, выбрать себе еду, не знаю, оплатить Apple Pay, Google Pay, выбрать, это будет доставка, самовывоз и так далее. Вот, допустим, я выберу чизбургер, выберу вариант, у меня он будет с картофельными дольками, положу в корзину. Вот, в корзине у меня отображается заказ, видно там условия доставки. В данном случае заказ небольшой и доставка будет платная. Поэтому я возьму еще два бургера, чтобы доставка стала бесплатной. На следующем этапе я выбираю, это будет доставка либо самовывоз, уплачу, укажу точнее адрес доставки. Если у меня есть бонусные баллы, я тут же могу ими воспользоваться и списать их. Вот, и оплачу Apple Pay либо Google Pay. Очень удобно. Сейчас покажу, как это работает. Я жму оплатить. Так, адрес доставки выберу, допустим, Ленина 1. Комментарий укажу без лука. Без лука. Жму оплатить. Выберу карту, которую буду оплачивать. И проведу оплату. Все, я как гость оплатил. Мне система автоматически прислала сообщение, что ваш заказ уже передан на кухню и мы его приготовим в ближайшее время. Что происходит на стороне бизнеса? Лена, покажи. Нам приходит заказ. Мы видим, что в компанию пришел заказ. Можно ли я покажу? Мы видим, что, ну, от кого пришел контактные данные гостя. Что он заказал. В данном случае три чизбургера, чекенбургера с картофельными дольками. Видим, что заказ оплачен. Этот заказ оплачен онлайн. И данные средства завтра переведутся мне на расчетный счет. Вот, я вижу адрес, телефон и комментарий без лука. После чего этот заказ отправляется на кухню, повар его готовит, ну и, собственно, курьер отправляет. Здесь все достаточно просто. Очень важный момент, что вот год назад, чуть-чуть больше, меньше года назад, когда началась пандемия, для всех стал очень жесткий вопрос с организацией собственной доставки. Раньше мы не организовывали доставку, мы больше были ориентированы на работу в зале. И благодаря UDS мы очень быстро его развернули, при том, что это возможно сделать заказ не только пользователям мобильного приложения, но даже те люди, у которых нет приложения UDS, они просто переходят по ссылке в Instagram, ВКонтакте, и у них открывается точно такой же функционал в мобильной версии сайта, они точно так же могут сделать заказ. Мы достаточно быстро организовали доставку, и это нам позволило в пандемию эффективно, ну как сказать, я бы не сказал, вырасти, остаться вообще, сохранить какой-то минимальный оборот, чтобы выжить и дальше развиваться, это круто. Также у нас есть другие форматы, форматы QSR, формат быстрого обслуживания, мы делаем шаурму, и там мы в большей степени используем софт не для организации доставки, а для организации предзаказов. В фастфуд все знают, что одним из главных критериев работы данного вида бизнеса является скорость обслуживания, и если раньше человек приходил, вставал в очередь, ждал очередь, потом делал заказ, еще ждал приготовления, сегодня, значит, механика следующая, человек по пути, допустим, на работу, заранее открывает мобильное приложение, выбирает те позиции, которые ему нравятся, оплачивает удобным для себя способом, да, приложив просто палец, и указывает, что он будет, допустим, в 13.00. Проходя мимо, он заходит к нам и просто забирает готовый заказ, не оплачивает, не ждет, за счет сегодня у нас где-то 20-23% всех заказов в стритфуде, они происходят именно по предзаказу, за счет этого мы увеличили количество заказов, увеличили скорость обслуживания клиентов, ну и, соответственно, наша выручка тоже поднялась. Сейчас я вам хочу показать личный кабинет предпринимателя, какие данные я вижу, и как я могу с ними работать. Итак, каждый гость, приходя и впервые, когда он проводит операцию с бонусной картой, его данные автоматически попадают к нам в CRM-систему. Я вижу, как зовут человека, когда у него день рождения, какой у него пол, его контактные данные, как часто он покупает, когда он был последний раз. На сегодняшний день у нас в клиентской базе собрано 19 769 человек, это большая достаточно цифра. Вот около 90-93% операций происходит с использованием бонусной карты. За несколько лет работы мы очень круто научились работать с данным софтом. Вот у нас правильно обучен персонал, качественно сделано внедрение, каждый персонал проговаривает точный скрипт, есть брендирование, информация на столах, флайеры, которые мы даем с собой в пакетике с доставкой и так далее. Эти клиенты в совокупности потратили у нас около 50 миллионов рублей. И самый важный момент, у этих клиентов на руках более 6 миллионов баллов. Это вопрос о чем? Раньше у нас была скидочная система, теперь накопительная. Соответственно, более 6 миллионов рублей раньше бы мы отдали нашим гостям в виде скидки, а на сегодняшний день они остались у них на накопительном счете. То есть для нас, конечно, 6 миллионов это серьезные деньги, и нужно учитывать, что это деньги из чистой прибыли. Мне очень нравится функционал, то, что он позволяет мне оценивать качество обслуживания гостя. При том, что не просто каждый человек оставляет оценку качества обслуживания, она идет в рейтинг каждому официанту. Теперь я точно знаю, насколько гости довольны Машей, Леной, Катей, Викой. Это очень крутая штука, и мы завязали рейтинг качества обслуживания на их мотивацию. То есть чем больше тобой довольны гости, тем выше у тебя зарплата. И если говорить про инструмент рекомендации, как я сказал, до 20% товарооборота проходит по рекомендации. За 4,5 года более 5 миллионов выручки дополнительной мы получили именно за счет клиентов, которые пришли по рекомендации. Что для меня важно? Самое важное, конечно, это не просто смотреть на эту статистику, видеть этих клиентов, а иметь возможность с ними взаимодействовать, замотивировать клиента прийти еще раз, купить больше. И здесь очень гибко и мощно выстроены инструменты работы с клиентской базой. Первое, два раза в неделю я на всю клиентскую базу могу делать пуш-уведомления, рассылочки. Как они выглядят? Я делаю красивую картинку, пишу продающий текст, вставляю туда активные ссылки и отправляю по своей клиентской базе. Ну, допустим, я говорю, у нас появился новый сет бургеров, и ты сегодня можешь купить его с какой-то там хорошей ценой. Я жму «Отправить», и здесь важный момент. Я могу отправить как всей клиентской базе, так и таргетировано. Ну, предположим, у меня по умолчанию клиенты приходят там 2-3 раза в месяц. Я выявил клиентов, которые постоянно ко мне ходили в течение 3 месяцев, но за последний месяц их ни разу не было. И я именно им персонально сделал какое-то интересное предложение, от которого они не смогут отказаться. Ну, либо, допустим, я выявил клиентов, которые у меня почему-то не ходят, и там есть молодые девушки и взрослые мужчины. Логично предположить, что предложение, которое с большей вероятностью заинтересует, для них будет разное. Здесь я могу выбрать фильтр и отправить каждой своей сегменту клиентской базе именно то предложение, которое с большей вероятностью сработает. Для меня это абсолютно бесплатно, все входит в абонентское обслуживание. На сегодняшний день цифровая платформа UDS взяла на себя ответственность за работу с гостями, с персонала, начисление заработной платы, статистику, аналитику, организацию собственной доставки, предзаказы, сбор обратной связи. Вообще очень круто. Я честно скажу, что я вот даже не знаю, какими инструментами я сегодня мог бы закрыть все эти вопросы. Что сказать? Буду финалить, будете в Тюмени, я приглашаю всех вас в наше заведение, оно находится в самом центре, рядом с торговым центром Goodwin. Приходите в пятницу, в субботу на выступление свободного микрофона. Все, до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!